В украинских ВСУ, Службе безопасности Украины и Министерстве внутренних дел мы сейчас наблюдаем разброд и шатание. Умные, в принципе, люди, офицеры и старшие офицеры этих специальных служб прекрасно понимают, что происходит на их земле, куда ведет их родину верховный главнокомандующий. Этим могут иногда пользоваться наши товарищи. Вот Алексей Валерьевич Журавка нередко публикует интереснейшие документы. Недавно он опубликовал отчет Службы безопасности Украины, а позавчера опубликовал просто взрывной документ о том, что же на самом деле послужило причиной взрывов в Калиновке под Винницей, где на миллионы гривен было уничтожено, как говорят, боеприпасов. Там, говорят, лично Путин прилетал на квадрокоптере и все это дело взрывал. Мы сейчас задаем наши вопросы. Алексей Журавка. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Я вас приветствую. Откуда дровишки? Вот как вам удается все-таки получать эти документы и публиковать? Я ведь видел, так сказать, первоисточники, то есть с подписями даже синенькими. Дело в том, что все знают, кто я такой, все знают, что я к людям отношусь уважительно и никогда не сдавал, и имею точку зрения. Большая часть нормальных, адекватных людей понимает, что происходит на самом деле, и понимает, что Украину надо спасать, как страну, от этих деспутов, от этих воров, которые сегодня... Слышите нас? Продолжайте. Вот. В данный момент я вам хочу сказать, что сегодня не только надо говорить о таком оружии, как точка У, ракетные установки и так далее. Надо еще говорить о том оружии, которое находится в населении. Да и не надо забывать, что очень, ну, как это правильно называется, автоматы там, лимонки и все остальное. Ведь идет большое хищение и вывозится за рубеж и продается. Как сегодня уже пришла мне информация, что на руках легкого оружия уже больше 6 миллионов единиц находится. Я беру и взрывчатые вещества и так далее. И это захлестывает Украину. За дешево скупают складов это оружие. Поэтому, чтобы сегодня не могли найти следы, они сами же поджигают. Хочу вам сказать, что в этих взрывах участвовали самые главные генералы Украины. В том числе на вот этих поджогах сам же и Порошенко, и Турчинов, и другие, которые являются даже в Верховном Совете, зарабатывают на этом деньги. Они продают оружие за рубеж. Да, Сергей. Так называемого спасения от детонации полным ходом колоннами шли под Винницу на этот аэродром. И с него отправлялись куда-то и точки У, и грады, и ураганы. То есть фактически даже во время катастрофы они умудрялись воровать. Сергей, это абсолютно правда. И я еще раз хочу подтвердиться, что в этом участвуют высшие чины государства. Как мне вчера поступила информация после того, как я опубликовал, они уже сегодня думают, как свернуть на попередник. А на самом деле самое крупнейшее хищение происходили уже с 2014 года по 2017 год. В Харькове не напрасно склад сгорел, в Виннице не напрасно сгорел склад и так далее, и так далее. Эти сейчас случаи будут учащаться. Я не удивлюсь, что может где-то взорваться в Миле Тополе, либо в Николаеве, либо в Одессе склад. Все, уже все понятно, кто на самом деле в городе влияется в этой ситуации. Алексей Валерьевич, очень слабая связь, к сожалению, огромному. В следующий раз мы продолжим этот разговор более подробно и в течение 20-25 минут. На сегодня вам спасибо. Надеюсь, зрители оценят масштаб хищений из ваших слов, из тех документов, что вы опубликовали. А мы будем следить за вашими сообщениями в ленте социальных сетей. Сергей, могу одно сказать. Это еще раз они подтвердили, что никакого присутствия Российской Федерации в Украине нет и никаких диверсантов не может быть. Они же сами являются диверсантами Порошенко и другие пособники. Да. Спасибо. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Валерьевич Журавко. Ну а я в конце этого эфира просто напомню, что у Журавко опубликованы и документы Службы безопасности Украины, в которых четко сказано, что происходит в сегодняшних украинских войсках, в чем причина небоевых потерь и почему украинская власть, армейская прежде всего власть, скрывает эти потери. Кто за этим стоит и кто защищает покой украинских граждан, чтобы те, не дай бог, не узнали правду о действительном положении дел в вооруженных силах этой страны. Всего вам доброго. Скоро увидимся.